Рецепт для спокойного и крепкого сна еще в конце 90-х годов придумала налоговая инспекция. Он звучал так – заплати налоги и спи спокойно. Актуальность этого слогана с годами не исчезает, и дело даже не в том, что эта процедура лишит вас сомнительного счастья попасть под пристальное внимание налоговиков и судебных приставов. Налоги – это те средства, которые территория тратит на поддержание порядка, бесперебойное функционирование социальных объектов, наведение чистоты и многое другое. Об особенностях этой процедуры в 2017 году в первом материале выпуска. Законодательно 1 декабря в России является последним сроком уплаты налогов для физических лиц. Но уже сейчас жители Славянского района начинают получать по почте письма с квитанциями от налогового органа. Они отражают сумму, которую владелец дома, квартиры, земельного участка или транспортного средства должен заплатить в счет имущественного или транспортного налога. Квитанция, которая пришла в 2017 году, содержит данные по расчету налогового платежа за 2016 год. Если по какой-то причине вы не получили налоговое уведомление, не стоит воспринимать это как отсутствие налогов. За разъяснениями, не дожидаясь последних сроков, следует обратиться в налоговую инспекцию, где вам помогут разобраться во всех вопросах. Если плательщик по какой-либо причине не получил налоговое уведомление или обнаружил какие-то несоответствия в уведомлении, ему необходимо обязательно обратиться к специалистам налоговых органов. В сводном налоговом давлении направляются только текущие платежи за налоговый период, который выставляется. Задолженность можно узнать на официальном сайте ФНС России, узнать свою задолженность в рубрике электронные услуги или также в личном кабинете, кто зарегистрирован. Физические лица, которые зарегистрированы в личном кабинете, на бумажном носителе налоговое уведомление не получают. Если они хотят это сделать, они должны подать в налоговый орган по любому месту, где им удобно, уведомление о получении налогового документа на бумажном носителе. Стоит отметить, что для того, чтобы оплатить налоги, не стоит дожидаться последних чисел ноября и тем более 1 декабря. Оплатить их можно сразу после получения квитанции. Важно понимать, что своевременно уплаченные налоги – это стабильность экономики всего Славянского района, так как эти средства и являются основой для нашего социально ориентированного бюджета. С этого года внесены изменения в налоговое законодательство и помимо трех основных налогов, земельного налога, налога на имущество и транспортного налога. В налоговом уведомлении вы можете еще увидеть задолженность по налогу на доходы физлиц. То есть те люди, у которых есть задолженность, они эту сумму увидят. Поэтому обращаем внимание, что ее тоже необходимо погасить. Сроки уплаты указаны, суммы указаны, поэтому будьте добры, исполните свою обязанность по уплате налогов. В случае, если не своевременно будут уплачены имущественные налоги, к сожалению, налоговым органам придется принять меры принудить на взыскание. Оплата налогов – это обязанность каждого жителя страны. И от четкости соблюдения этой части законодательства во многом зависит уровень комфортности проживания в Славянском районе.